Продолжаем выпуск. «Природа глазами художника». Авторская выставка картин Сани Кудрявцевой с таким названием разместилась в читальном зале Фокинской городской библиотеки. Читатели получили возможность познакомиться с творчеством приморского художника-самоучки. В съемочной группе Тихоокеанского телевидения, кроме того, удалось встретиться с автором живописных полотен. Далее подробнее. Известно, что художники видят мир иначе, чем обычные люди. Ярче, острее, многограннее. Кроме того, они в состоянии передать свои ощущения через художественные произведения. Отобразить на бумаге, картоне, холсте всю богатую палитру чувств. Именно таким даром обладает Санья Ибрагимовна Кудрявцева. Художник не по образованию, а по рождению. Талантливая от природы женщина вспоминает, что желание рисовать возникло у нее в очень раннем возрасте. Очень любила рисовать. Я вообще, конечно, человек творческий, хотя выбрала профессию геолога. Я работала лаборанткой, мне было так легче, потому что в школе я была двоечницей, сразу вам скажу. Особенно по математике, химии, физике и всякое такое. Но вот из-за того, что я умела рисовать, умела чертить, до сих пор еще, наверное, пользуется, то, что сколько времени прошло моими рисунками, моими схемами. Диолог по образованию Санья Ибрагимовна Санья Ибрагимовна с особенным удовольствием пишет пейзажи, картины окружающего мира. Масляными красками она стремится запечатлеть малейшие изменения природы, ее настроение и характер. При этом художник-любитель часто использует личные наблюдения, накопленные во время проживания на территории одного из приморских заповедников. Спасаюсь от экспрессии и депрессии. Вот между ними я пытаюсь что-то нарисовать. Себе я ничего не оставляю. Я человек такой, как вам сказать, ну, не легче подарить. Потому что я не профессиональный художник. И поэтому с удовольствием дарю картины нашей соцзащите. А выставка «Природа глазами художника» состоялась в рамках реализации социальной программы поддержки пожилых людей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. При участии сотрудников Находкинского филиала Приморского центра социального обслуживания населения. Данная программа направлена на социально-культурную реабилитацию людей пожилого возраста, инвалидов. Мы любые инициативы поддерживаем в рамках этой программы. Это могут быть не только получатели социальных услуг наши, которые обслуживаются у нас на дому, но также все пожелавшие стать участниками данной программы. То есть программа именно направлена на пожилых людей и инвалидов. В Приморском крае существует 10 филиалов государственного учреждения социальной помощи гражданам. Специалисты центра на местах организуют работу по проведению реабилитации людей преклонного возраста. Так, в круге забот специалистов государственного социального центра оказалась и Сания Ибрагимовна Кудрявцева, которая приехала в Фокино на постоянное место жительства меньше года назад из Хасанского района. С октября 2017-го она состоит у нас на надомном социальном обслуживании. И она не перестает удивлять нас своими талантами. Она ведь не только рисует вот эти картины, она пишет еще стихи. Она увлекается изучением сейсмических волн на организм человека. И свои произведения она оформляет в рамочке, изготовленной собственноручно. Это тоже такой вот у нее талант. Активную помощь при организации авторской выставки самобытной художницы оказали и сотрудники Центральной городской библиотеки. Проведение подобных вернисажей в постоянной практике учреждения культуры. В нашем городе нет музеев и выставочных залов. И именно библиотека открывает местные таланты, берет на себя функцию по приобщению рядовых жителей города к прекрасному. Мне очень приятно, что мы стали работать с Галиной Николаевной, Центром социального обслуживания на дому. Это первый наш опыт. Дело в том, что у нас вы уже приходили, снимали разные категории населения. Это и молодежь выставляет свои кофейные поделки, вы видели. Это люди более старшего возраста, среднего возраста. То есть некоторые люди уходят на пенсию, и у них открывается талант. И мы представляем здесь свое помещение для этого. Творческие люди никогда не сидят без дела. Реализовав одну идею, талант рождает новую задумку. До очередного праздника Победы еще несколько месяцев. Однако Санья Ибрагимовна уже готовится к праздничным торжествам. Художница приступила к работе над военной тематикой, написанию картин, посвященных 9 мая.